Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. В предыдущей серии сюжетов мы рассказали об истории Балакова, и теперь настало время для очень важного периода – 40-е годы прошлого столетия. Это сразу несколько войн, в которых принимали участие и балаковцы, и мы расскажем о том, как ковали победу наши земляки. Константин Григорьевич Кузнецов, герой Советского Союза, который получил это звание за выполнение боевых задач в Советско-финской войне. Она еще называлась «Зимней». Условия, в которых наступал 15-й полк, были суровые. Кругом леса, озера, глубокий снег, стояли крепкие морозы. Надо было штурмовать глубоко эшелонированную оборону финнов с дотами и дзотами, многорядными минными полями и проволочными заграждениями. А каждый дот – это подземная крепость с пушками и пулеметами, жалыми помещениями для гарнизона и складами для продовольствия. На пути наступающего 15-го полка, где сражался наш земляк, встал дот. Под его огнем бойцы залегли. Константин Кузнецов предложил свой план и начал его осуществление. С дистанции 200 метров открыл пулеметный огонь по образу ли дота. Пулемет противника «Смол». Стрелки атаковали дот и овладели им. 22 февраля стрелковый батальон, в котором служил Кузнецов, вел бой за высоту груша. Противник с сильным фланкирующим огнем прижал пехоту к земле. Огневые точки финнов были тщательно замаскированы и не просматривались. Роты несли потери. Продолжать атаку было невозможно. И тогда Константин выдвинулся на правый фланг и уничтожил вражеские огневые точки. Батальон ворвался в траншеи противника и овладел высотой груша. Это был не единственный случай, где наш земляк проявил героизм и отвагу. К примеру, был бой в небольшой роще, которую занимал стрелковый взвод. Финны внезапно его атаковали, но на помощь пехотинцам пришел пулеметный расчет Кузнецова. В последние дни боев Кузнецов был выдвинут на должность командира взвода. Его звезда под номером 402. То есть он был буквально в первых 500 человек Советского Союза, который был достоин такой высокой награды. Это практически одна из самых высоких наград, которые давались в то время. После Советско-финской войны у Константина Кузнецова еще была Великая Отечественная, в ходе которой он сражался на Первом и Втором украинских фронтах, принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Польши, Чехословакии и дошел до Германии. Но вернувшись домой, герой практически не рассказывал своим потомкам о войне. Дедушка, как и многие люди, прошедшие войну, никогда нам не рассказывал про саму войну и что он принимал в ней участие. Да, 9 мая он доставал свой парадный пиджак, одевал его. Но это был, наверное, единственный день в году, когда он его доставал. И мы действительно видели эти награды. Где герой Советского Союза встретил День Победы, его родственники не знают. Он об этом не упоминал. Видимо, не хотел расспросов про те тяжелые годы. Но традиция собираться всем вместе 9 мая в семье появилась уже в 46-м и сохраняется до сих пор. Собирались именно у них все. Все внуки, правнуки. И потом всей такой большой семьей шли на демонстрацию. И потом к ним собирались за общим столом. О том, каким он дедом был, правнучки помнят до сих пор, хотя его нет уже почти 28 лет. Был стронгий достаточно, потому что, наверное, как человек, прошедший войну. Но у меня есть такое, знаете, яркое воспоминание о нем. Когда я у них ночевала, мне было очень скучно. У меня не было никаких игрушек. И я так что-то измучилась и сказала... Мы его звали Дедуси. Дедуси с бабушей сказали, я завтра уйду от вас. У вас тут скучно, игрушек нет. И вечером я легла спать, а с утра встала, и качели висят для меня, качели. Он сделал. Трудился Константин Григорьевич простым рабочим на заводе. Хотя после войны молодому командиру предложили хорошую должность начальником управления по строительству дорог. Но карьера не сложилась. А так как у него не было образования, то он не смог продолжить карьеру в этом направлении. И он нисколько, я думаю, что не огорчился и пошел работать обычным кочегаром на судоремонтном заводе. Константин Григорьевич школу закончил, а вот его супруга осталась неграмотной. В то время такое часто встречалось. Не каждый успел выучиться из-за войны. А вот все его дети, две дочери и сын, а также внуки, получили высшее образование в лучших вузах страны. Потому что воспитаны были правильно, говорят потомки героя. Человек достаточно скромный и очень честный. И он воспитывал именно честными советскими гражданами своих детей и своих внуков. Как любой советский мужчина, Константин Кузнецов любил порыбачить. Но больше этого ему нравился процесс плетения сетей. В сарае в отдельном таком специальном рыбацком были вот эти лодки, были сети. И для него случилась такая большая трагедия в жизни. Это мне бабушка рассказывала, что когда в Советском Союзе запретили сетями рыбу рыбачить, потому что это считалось браконьерством, он тогда очень расстроился, что все, вот и хоббиты у него отнимают. Но находить выход из сложной ситуации Константин всегда умел. Не растерялся и на этот раз. Стал плести авоськи, которые тогда стали входить в моду. Авоськи, да, вот эти авоськи у нас были всякие разные, оранжевые, синие. Вспоминает про внучка и о яблонях, которые дед сажал после рождения потомков. Дети росли, а вместе с ними их именные деревца. Сейчас семья у Константина Григорьевича большая, даже двое праправнуков есть. И они тоже знают, что их предок настоящий герой, имя которого знают многие балаковцы. О советско-финской войне на уроках в школах вспоминают косвенно, а Великое Отечественное отводится всего 6-8 часов. Но что можно рассказать за это время о войне, которая длилась 4 года? Память о тех событиях нужно сохранять по крупицам и складывать в большую мозаику общие победы. О героизме наших солдат должен знать каждый, особенно когда эти герои обычные парни, наши земляки, которые ушли на фронт и совершили подвиг.